Ну давай, фестиваль тупых вопросов. С голой попой ходят. Тяжело вообще, они все отвлекают. The Fun, да, The Fun. Этот Blackstar шутки, этот голенький ходит. Ну вы там смонтируйте, там посерьезнее, чтобы... Противостояние двух зенитов в принципиальнейшем матче мужской суперлиги стало отличным подарком для всех любительниц волейбола к 8 марта. Вечером, уже 9 числа, в Сибур-арене собралась далеко не только прекрасная половина человечества, а вот аншлаговая атмосфера действительно была прекрасна. Атмосфера, как всегда, была, наверное, одна из лучших в России. Здесь всегда приятно играть, с одной стороны, с другой тяжело. Зал прекрасный, публика. Приятно играть, но тяжело. Атмосфера действительно сегодня была невероятная. Спасибо огромное всем болельщикам, которые пришли поболеть сегодня за нас. Я никогда не видел один джим в полном. Просто, я думаю, Камерово. Это было очень полный человек, но я никогда не видел. И тренер сказал мне, что это было в полном. Нет, это было красиво. Это было очень красиво, чтобы играть в волейбол в джиме, когда люди приходят, чтобы играть и играть. Это встреча не имела турнирного значения для казанцев, выигравших регулярный чемпионат. А вот петербуржцы еще могут как улучшить, так и ухудшить свое положение. Несмотря на это, а также на то, что на следующей неделе обе команды сыграют гостевые четвертьфиналы Лиги Чемпионов в Польше, Владимир Олекно и Александр Климкин выставили сильнейшие стартовые составы. За исключением приболевшего у хозяев Ариоля Камехо. Стартовая шестерка казанцев по классике. Андерсон Гапет, Михайлов Будько, Вольвич Самойленко и Алексей Вербов в роли Лигер. Камехо это ключевой игрок. Конечно, он там лидер. В прошлом году на нем практически команда вывезла весь сезон. Поэтому, конечно, наверное, нам было сегодня намного легче играть. Если бы был Барри Вол, то немного лучше бы мы выступили. В пятую партию, возможно, могли бы войти. Казанцы повели плюс два, но хозяева достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. У петербуржцев в отсутствии Камехо зажигали центральные, которых с удовольствием заигрывал Сергей Антипкин. А команда Олекно допустила девять ошибок, забив лишь три атаки с позитивного приема из двенадцати. В то время как соперники реализовали шесть из шести, добавив четыре блока и два эйса. Девятнадцать двадцать пять. Что первую, что вторую можно проиграть. Любого незначного розыгрыша мы стараемся показать максимум. И Владимир Иванович настраивает нас на это, чтобы мы как можно быстрее не переживали за проигранную очко или партию, а двигались вперед, исправляя ошибки, которые мы делали. Стоит извиниться за первую партию, что там подгадил, можно так сказать, прилично. Думаю, что все-таки первую партию пускай на мой счет запишут и все. Ребята, я извиняюсь, больше так делать не буду. Этот матч явно не удался Мэтью Андерсону, который продолжил ошибаться и в начале второго сета, при этом не набрав ни одного очка в первом. 3-7 на старте второй партии. Вернуться в игру удалось за счет серии подач от Эрвина Нгапета, оформившего два эйса, а также еще один добавил Будько, что позволило гостям повести плюс 3 и сохранить это преимущество до конца партии 25-22. Уступая минус 2, Александр Климкин выпустил пасовать вместо Сергея Антипкина Павла Панкова. А решающей вновь стала подача. Михайлов, Нгапет и Будько организовали по одному брейковому мячу 21-17. В концовке невероятный сейф организовал Вербов. Нгапет забил в фирменном стиле два супермяча, а вышедший на подачу Сурмачевский двумя сумасшедшими подачами на вылет отправил команды на пересменку 25-20. В четвертом сети у хозяев вышли играть Червяков, Макаренко и Панков. И это позволило петербуржцам повести в счете плюс 2. Но запал быстро остудили Эйс Андерсона и ошибка Грозера, после которой немец начал тратить энергию на споры с соперниками и арбитрами. Эрвин Гапет набрал 20, выдав один из лучших матчей в футболке казанского клуба. 25-21 в четвертом сете и 3-1 в матче. Я счастлив, потому что в целом сезоне, в момент, в том числе, я не знаю, что я могу делать. Я чувствую очень хорошо, даю больше к команде. И я надеюсь, что самое красивое будет после этого. Всем довольны и результатом, и характером. Очень тяжело. Тяжело играть здесь. Мы потратили сегодня физических сил, не вылетая в Казань. Поэтому восстановление, избавимся от лишнего перелета и восстанавливаться будем здесь для дальнейшей игры в Данске. Игра была сильно нервная. Наверное, из-за этого большое количество ошибок, особенно на подаче. Команды не показали максимально своего уровня, которое возможно. Сумели переломить, в первую очередь, себя, неудачно вкладывающую игру для нас, потому что это важно. В целом, могу сказать, что игра была отличная. Были возможности выиграть казанский «Зенит», но мы, к сожалению, не использовали. Может быть, используем в следующий раз. Игра мне, конечно, понравилась. Игра не грязноватая. Очень много необязательных ошибок, которые можно было избежать. Команды уровня Казани, конечно, пока недопустимо. Я думаю, что у нас есть команда, который очень важен. Это важно, чтобы в Польше идти в поле. Мы уверены. И если мы хотим победить чемпионский и чемпионский лигу, то мы должны играть как команда, как сегодня. В воскресенье казанцы проведут в Санкт-Петербурге одну восстановительную тренировку. И прямиком из северной столицы команда в понедельник утром отправится в Гданск, где в среду 13 марта в 20 часов по московскому времени сыграет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Прямую трансляцию встречи вы сможете посмотреть на телеканале «Матч. Игра», а также на интернет-порталах «Спортбокс.ру», «Твстар.ру» и «Лаола ТВ». А вот обзор матча и все, что будет окружать эту встречу, вы сможете увидеть только на ЗТВ. на 50 злот дашь мне на интернет. Еще уже этот микрофон уже даже отдает. На, держи, сам снимаю ролики сам. Монтировать не надо еще тебе? Так мы что, говори мне, нет? Мы снимаем все? Ладно, всем спасибо. Всем до завтра. Подписывайтесь на канал, у тебя выбора нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!